ребята всем привет было очень много просмотров и заявок на то чтобы увидеть продолжение судьбы рэма примерно штук 5-7 и я решил снять продолжение рэм в данный момент строится строится он уже практически год и процесс этот остановить очень сложно сейчас идет ремонт и восстановление подвески изменение геометрии передней подвески это я сниму чуть позже но мне удалось отснять процесс изготовления такой важной детали любого пикапа как кунг и кунг этот получился довольно необычный интересный на мой взгляд ну за мясо скажите насколько это вот хорошо получилось но мне прям очень понравилось я страшно сильно задолбал ребят которые занимаются пунктами во первых я не мог долго найти людей которые возьмутся за эту работу я сам как бы этой ерундой не занимался никогда вот мне было сложно принять решение сложно было найти исполнителя но исполнителя удалось найти взялся кемпер сервис по итогу вот хотя я обращался в кдт тюнинг но они довольно вяло со мной поговорили и собственно послали меня с моей идеей куда подальше сказав что они используют только готовые решения и сами ничего делать не будут вот я немножко расстроился но не сильно и в принципе нашел исполнителя что неплохо в общем что из этого всего получилось вы собственно сейчас и узнаете помимо кунга еще в выпуске будет изготовление переделка бамперов тоже изменилась немножко концепция и мне кажется получилось намного лучше ну и собственно выхлопная система которая тоже стала нам сильно мешать тоже будет в этом выпуске частично короче погнали попробуем ознакомиться с данным процессом я надеюсь что что 15-20 лайков этот выпуск заберет погнали выходим за линию кузова поскольку борт у нас там кстати наверное давайте борт снимем и вы его заберете данный на порт надо снять борта не будет будет подъемная крышка такая получается конструкция каркас и дальше сейчас будет наверное интересно не знаю как это выйдет на самом деле сейчас будем глядеть пока выглядит это чересчур квадратно но надеюсь что сейчас мы получим какой-то результат уже после отделки здесь есть такой вот заход по форме кузова сверху вровень с крышей и здесь будет козырёчек большой такая вот получается конструкция но я думаю что мы сейчас договоримся немножко поменять потому что мне кажется что это недостаточно эстетически прекрасно поэтому я сейчас вношу свои творческие как бы внедрение в данное мероприятие на мой взгляд слишком квадратно вот поэтому я планирую немножко изменить форму задней части для сергеевич смотри какую там просто привезли машину пойдем покажу не знаю что делать там будут но машина прикольные роверовцы короче у них все роверы 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 и тут вот это видал что притащили до древних smart чем там ковыряется не знаю что пойдем спросим чё это вообще ни разу не ландровер по моему а нет не ландровер чё делаешь обуз горит не могу связаться с ней и чё ничего пытаюсь читать а у тебя же роверовская ща погоди эти ща припяти ща покажу о нифига это что такое и этом нам подогнали короче кореша наши из компании дизелл это сканер тэнкар и чё типа возьмет mercedes да он возьмет вообще все давай посмотрим что как iphone pro max вот эта вещь про пробуешь попробую давай потестишь первый будешь давай держи короче это как iphone pro max только это think tool max топовая комплектуха они короче еще дали туда же осциллограф приблуду для тестирования аккумуляторов какую-то еще приблуду для подключения внешних всяких ништяков для диагноз вайфайную диагностику просто прям вот вообще все что можно придумать микро гибрид все правильно угадал да да классно нифига так у нас сейчас горит abs ошибка есть значит заходим в систему abs и почитаем сразу ошибки так неисправность задний левый датчик число оборотов но это я так поймаю датчика bs задний левый системный неисправность все теперь понятно куда лезть и что делать слушай классный прибор о нифига себе он чё тут на руль вешается да ладно прикольно прикольно классная штука был здоровый конечно пипец такую массивным 15 дюймов или 13 здорово уж крутой крутой прям крутой вот мы сейчас будем тестить короче тоже нифига себе скорость вращения колес машина сейчас стоит он сейчас ничего не покажет ну естественно ноль везде машина стоит ну так смотри быстро работает на скорость у него конечно вообще когда посмотрим например робот ну ладно в роботе посмотрим здесь коробка робот стоит а нет это не то тисе ему называется вот сюда никогда слушай быстрый ошибок нету так а если мы посмотрим например поток данных информация о трансмиссии о а состоянии сцепления открыт ну естественно все сцепление не выжать так ладно если мы заведем машину и посмотрим состояние сцепления закрыт открыт закрыт включим передачу открыт нейтраль открыт на задней передаче открыт открыт интересно непонятно но очень интересно диагностический прибор think tool макс является новейшим прибором для диагностики легковых автомобилей с поддержкой онлайн программирования 35 сервисных функций поддержка легковых и грузовых авто богатая комплектация комплекте идет диагностический планшет на девятом андроиде датчик тигр пмс видеоэндоскоп осциллограф тестер а кб диагностический модуль смарт-линк висе ай всего этого нету конкурентов в частности у лаунчпад 7 существенно дешевле других китайских конкурентов таких как лаунч и аутел техническая поддержка бесплатное обучение подменный прибор при поломке в компании дизел полностью русифицирован прибор отлично зарекомендовал себя как по европейским и российским производителям так и по американским и азиатским автомобилем только в компании дизел до конца мая по промо-коду дизел в подарок вы получите тестер аккумуляторных батарей успеете приобрести по ссылке в описании остерегайтесь мошенников итак вот так выглядит задняя часть кунга на мой взгляд она сейчас практически вертикальная и я нарисовал что-то очень похожее на детсадовский рисунок автомобиля но сконцентрируемся на задней части кунга она должна выглядеть примерно так где верхняя часть это козырек и вот так вот это все должно выглядеть с открытой крышкой но чисто теоретически все потому что вот этой детали и и не будет то есть мы сейчас ее полностью удаляем и вместо нее будет подъемная крышка сейчас снимем покажу как получаться будет бампер пока сняли бампер все равно переделывать придется так что сейчас будем заниматься именно моделированием такая получается вещь ну ребят кстати серьезная мастерская куча оборудования гибочные станки отрезные все делается из алюминиевого профиля такой вот листогиб есть знаете какой классный ты делают такие вот интересные штуки мой рам тут кстати не единственное здесь еще есть вот такой вот heavy duty 2500 абсолютно новый рам на срт-шном моторе просто топовый heavy duty 2 500 ну тут прям полноценный автодом внедорожный получается очень круто но не мой формат путешествий возможно когда я стану совсем старым то наверное тоже захочу такую хрень но пока потому что вот этого будет достаточно не знаю что получится пока только идеи и рисунки но уже есть каркас самая главная короче вот так вот получается здесь сейчас полностью демонтирован соответственно бампер и будет ставиться подъемная дверь как это будет выглядеть живу я пока не знаю мы сейчас смотреть такая вот штука получилась но естественно поперечина это и не будет как вы догадываетесь она пока временно и такой большой проем получается самом деле он не слишком высокий ты дверь получается не так чтобы огромный поэтому надеюсь будет хорошо по видео прошло всего несколько секунд но на самом деле из-за серьезного творческого кризиса прошел месяц и за этот месяц ничего толком не было сделано потому что все уперлось в непонимание между заказчиком мной и исполнителем а исполнитель соответственно не понимал что от него хочу а я не мог толком объяснить потому что в силу природной бестолковости и отсутствие художественного навыка ни нарисовать не пояснить на пальцах нормально не получалось но ничего страшного я все-таки приехал мы по месту все это распедалили и начали варить ну что ж первичный образ будущего кунга занял свою позицию на стапеле соответственно по точкам обварен и принял какой-то плюс-минус законченный вид далее предстоит длительный процесс проварки швов и установки навесных листов тоже из алюминия весь кунг полностью алюминиевый он очень легкий я один могу его поднять и это очень круто так процесс идет варится кунг активно все конечно долго по времени но зато я надеюсь что будет все очень очень хорошо по результату выглядит крепко надежно задний борт нам больше не пригодится здесь усиление специально для установки палатки и возможности ходить по крыше конструкция алюминиевая и фермы должны быть крепкими ну что ребят пришло время примерять то что начало вырисовываться начало получаться на автомобиле еще естественно ничего не закреплено все только только вот в процессе и процесс этот идет уже два месяца а два месяца это очень большой срок мы договаривались что это будет сделано все за соответственно месяц но к сожалению не получилось получилось по моему четыре месяца если мне не изменяет память вот так что ничего страшного двигаемся дальше так на что вроде все получается предварительно мне даже кажется что это выглядит очень классно прям машина обретает какой-то законченный вид сейчас надо примерить вот а вот теперь можно оставить вертикально на проем только боком залезала вот сейчас будем искать место для запаски это довольно непросто короче вот здесь вот у нас получается рундуки вот здесь будут там всякие шаклы тросы всякая ерунда по правом борту вот такая дверь усиление потолка под палатку и чтобы по крыше ходить можно было здесь ровненько все здесь тоже сейчас будут рундуки вот за колесом будет бак с водой да это мы примерно так вот и в принципе вообще будет все отлично да вот как-то так примерно будет колесо в колесе тоже что-нибудь можно будет хранить сейчас газлифты надо присрать козырёчка не хватает я так хочу козырёчек вот такой красивый козырёчек будет вообще отлично вот я думал дверка будет чуть-чуть повыше закреплена но так тоже ничего вроде вот все будет уплотнено резиночкой здесь еще рундуки вот ну в целом в целом все по моему довольно гармонично смотрится машина прямо обретает какой-то вот правильный вид надо сейчас открасить это чуть позже главное что все было герметично да будет все супер так по моему классно аборт кстати я уже продал задний что тоже неплохо так получается такая история с палаткой палатка будет примерно так она сейчас задом наперёд понятно здесь еще не хватает козырька вот в этом месте вот то есть возможно сдвинем ее чуть вперед место еще есть то есть идеально она вообще вошла сюда вот не знаю там может быть спереди есть надо какой-то и обтекатель не надо обтекать или не знаю пока непонятно но получается конечно роскошно палаточка прямо пришлась как надо осталось последние практически штрихи и и она встанет на свое законное место вот здесь у нас планируется лесенка на крышу ступенечки козырек силовой из профиля сейчас это все пока выглядит примерно так ну и соответственно по результатам будет уже понятно насколько это всю жизнь способна мне кажется это концепция конечно прикольная получился низкий такой контур вот так что очень здорово пока что все очень очень хорошо собираем дальше мне пока очень все нравится багажника как такового мы делать не будем будет вот так вот крепится палатка прямо сверху на кунг ну что ж на самом деле все примерилось хорошо палаточка встает отлично все великолепно осталось сделать самую важную деталь которая меня больше всего беспокоила во всем проекте это клевый задник козырек почему меня так беспокоил я хрен его знает если честно но почему-то очень сильно меня тревожил этот момент и мне хотелось сделать кунг не только практичным но и эстетичным вот может быть я переборщил может быть нет в общем поглядим конечно но тем не менее моделирование козырька это отдельная история посмотрите так моделируем козырек кэш что будет не так он будет обрезан по краю пока вот такой вот вырезание из картонки вот такая вот схема козырька добавим свет в ниши добавим свет на двери боковых ниш на крышку багажника принципе все уже практически двигается к завершению вот появилась окошко ведущие здесь вот в салон сдвижка ну и принципе уже очень-очень близится к завершению ну что ж моделирование подошло к концу все сварилось все получилось готовый кунг отправляется на покраску проблема в том что кунг алюминиевый и покрасить его как мне хотелось раптором не получается потому что раптор на алюминии нихрена нормально не держится да и вообще в принципе покраска на алюминии держится так себе если это не сделано по определенной технологии и было принято решение сделать покраску полиуретановым покрытием специальным под высоким давлением это что-то типа лайнекса только какое-то другое название но по сути тот же самый лайнекс как именно конкретно называется не суть важно поскольку алюминий не гниет под слоем краски то это достаточно безопасно и долговечна ну и конечно эстетично мы можем здесь сделать заливную горловину вот здесь варить трубку и вывести ее в рундук и так будем заливать а здесь внизу сделать тоже варить трубку и отсюда будет помпой качать воду а вот такой вот получился бак осталось всего-навсего сделать заливную горловину и трубочку для подачи воды вот но и наверное потом придется сделать какой-то подогрев хотя сейчас я просто наливаю горячую воду потому что есть такая возможность может быть сделаем подогрев может быть нет не знаю что-то не очень я верю в эти тены на 12 вольт если знаете хороший тен 12 вольтовый дайте совет пожалуйста потому что я честно говоря особо что-то не нашел они либо жрут дофига и могут высадить аккумулятор за 3 минуты либо они просто неэффективны объем бака около 70 литров наконец-то доделался кунг прошло месяца наверное не соврать бы наверное три рассчитывали исходно что за месяц получится сделать но моя больная фантазия не дала людям нормально работать поэтому кунг делался три месяца но он уже готов по крайней мере на фотографиях он готов сейчас увидим вживую первый раз я увижу полностью собранный кунг на машине я четыре раза ездил по моему или пять на согласовывание каких-то отдельных мелочей и нюансов все вы уже это видели естественно но тем не менее сейчас самый ответственный для меня этап принять работу оплатить сразу вам скажу что стоит это очень очень дорого только палатка стоила 160 тысяч рублей и строительство кунга я еще толком не знаю я вот 200 тысяч отвез и сколько с меня еще возьмут я не знаю скорее всего еще как минимум столько же может быть больше это вот моя блажь сделать именно вот так как я хочу она обошлась очень дорого я к этому автомобилю теперь уже отношусь больше как к даче потому что как к автомобилю к нему относиться просто уже невозможно потому что это совершенно неприличные вложения которые ну никак не коррелируют с получаемым от автомобиля то есть я теперь отношусь к этому как к строительству дачи знаете кто-то покупает себе участок строит домик маленький ну и соответственно как бы в этом домике там живет достраивает там кухню себе строит там не знаю баню там вот это вот все и там вот те же самые цифры примерно получается если это очень бюджетно делать то есть вот у меня это очень бюджетная такая дача потому что если смотреть на это как на автомобиль то это будет не бюджетный автомобиль это будет соответственно очень дорогой автомобиль ну не очень но в моем понимании это пипец как дорого просто это запредельные цифры неадекватные абсолютно но мне так сильно хотелось но что я в общем не сдержался хотя с точки зрения многих наших подписчиков я думаю что это абсолютно смешная сумма которая не заслуживает даже упоминания всем этим людям я передаю огромный привет и большое уважение так что короче долго я откладывал на это дело и вот за два года даже больше наверное наковырял короче за все время это первый раз когда машина вот так серьезно встала на строительство поэтому едем принимать смотрите какая красота у нас внутри вот это диодные ленточки для того чтобы все сейчас было освещено пункт покрасили вот здесь кармашки везде чтобы хранить всякие ништяки можно было и они не разлетались далеко вот бак для воды и крепеж для запаски вот крыша видите усиленная получается здесь все усиления для того чтобы по ней можно было ходить самый кайф это лесенка лесенка это прям вообще восторг теперь сюда можно по-человечески собственно забраться и выбраться вот вот Чё, прикольно, прям Том. Два метра. Она, конечно, не очень длинная, но она прям... Это окошки здесь есть. Я понял, понял. Здесь есть полноценные. Ага. А можно у них выйти. Можно лестницу сюда, с этой стороны поставить. Угу. Слушай, ну, да, я прям целиком помещаюсь. Блин, ну это совсем другое дело. Это классно. Это прям огонь. Так, что у нас тут получилось? Здесь вообще всё по красоте. Диодная здесь подсветка по кругу везде получается. Должно, в принципе, хватать. То есть, и самое главное, вот здесь по краям тоже диодные ленты. Они будут давать рабочий свет. То есть, вот рядом с машиной. Вот сюда. Здесь в кармашке есть залив воды в бак. Здесь стоит бак. Егор, а сколько литров там примерно получилось? Ну, грубо. Неизвестно. Ну, я думаю, что где-то не меньше 50, потому что довольно объёмный бак получился. Я думаю, что довольно много. Вот он большой такой. Может, конечно, и меньше, но я просил около 50 литров сделать. Где-то так же. Так и получилось, да? Где-то 50 литров. Даже больше. Около 50 литров. Задача Дениса. Денис, я думаю, что выручит нас в этой ситуации. И будет всё хорошо. С палаткой, конечно, кайф. Палатка офигенская. Надо привыкнуть её использовать. Лесенку к ней поставить, проверить, как это всё будет. Не знаю, хватит ей высоты. Нет, это или... Вообще, она телескопическая. По идее, должно хватить. Теоретически. Но получилось, конечно, очень удобно. О! Класс. Зато тебе толкать её можно. Смотри. Да. Толкать можно. Да, да, да. Зачем только. Так зачем? Надо посмотреть. Очень красиво. Красиво, душевно. Покрытие хорошее. Дверки только. Такие чуть пыльные. А так всё здорово. Ключ один на все случаи жизни. Здесь замки. Может быть, попробую где-то добыть чёрные. Не знаю, мне не очень нравится, что они нержавейка блестящая такая. Попробую как-нибудь всё закрасить. Илья Сергеевич, твоё мнение? Что скажете? Знаешь, похоже, что можно в холодильник поставить и мясо возить замороженное. Или трупы. Одно и то же, в принципе. Ну да. Может, оно и есть мясо. Надо утеплитель тогда? Да. Утеплитель поставить сверху. В холодильник. И можно в пятёрочку возить мясо. В деньги заработать. То есть, тебе нравится, да? Практично? Практично, да. Практично. Ну чё, почему нет? Ну а так, в целом, как тебе всё это? Прикольно. Прикольно? Да. Это лучше, чем когда она без всего и у неё снег сверху падает. Это да, определённо. Лестинка от газельки. Вот. Прекрасно сюда пришлась. Я думал, это как от самодельки. Не-не, это стандартная лестница от Групп Газельки. Ооо. Прекрасно вообще вот сюда встала. Прям как родная. Класс. Сейчас надо всю проводку будет привести в порядок, всё подключить. Здесь нужно будет найти аккумулятор, установить, там компрессор стоит, его тоже надо будет там. Много ещё дел. Вот. А так всё очень здорово. Выглядит, по-моему, очень презентабельно. Крышка заодно и от дождя закрывает. И внутрь можно ходить. В том красоте. Надо долить антифриз. Продолжаем мероприятие с доджем. Он достаточно достойно доехал до Питера. Конструктивное моё решение с карданом оказалось верным. И это хорошо. Машина спокойно едет 140-150 даже на 37-х и не очень сбалансированных колёсах. Как видите, сейчас у меня нет бампера. И нет лебёдки, нет паркопа, ни хера нету. Но оно всё там, внутри. Оно сейчас всё появится. Внутри, в смысле, вон там. Вон там, вон там. Вот. Это опять Питер, опять АМЗ. Так же, как они делали мне передний бампер. Они же будут его переделывать передний, делать задний. Значит, касаемо переднего бампера, сейчас я покажу. Вот. Это вот их творчество. Он практически такой же, как стоковый. Вот. Эта вся кухня будет переделываться. Значит, мы сейчас отрежем вот эту вот бороду нижнюю. Уведём сюда вот углы повыше. То есть, здесь будет прям такой заход хороший. Уберём бороду. Перенесём буксировочные петли вверх. Здесь будет плюс вместо прожектора. Здесь будет вырез для того, чтобы можно было смотреть на намотку троса. Потому что я уже умудрился оторвать себе барабан. Прожектор переезжает вон туда вот наверх к палатке. Скорее всего. Я ещё пока не придумал точно, но скорее всего туда. Вот. Кстати, расход топлива от появления палатки не увеличился. Трасса также 18. 18. Вот. И вот то, что у нас сейчас сзади. Вот. Тоже бампер будет укорочен. Вот. Возможно, потом порежем вот эти вот карманы. Наверное, даже вот посюда. Вот. И, в принципе, всё. Так вот оно всё должно получиться. Сейчас задний бампер будет короче. Два раза. Вот. Всё будем переделывать. Как-то так. Ну что. К сожалению, не получилось отснять подробно процесс изготовления бампера. У меня не было в Питере в тот момент. Вот. Я, по-моему, вообще был в Эмиратах в этот момент. Ну, в общем, неважно. Главное, главное – это результат. Бампер отрисовали. Десять раз со мной согласовывали, переделывали дизайн, переделывали чертежи, переделывали вообще всё. Несколько раз переделывали задние буксировочные проушины, несколько раз переделывали передние буксировочные проушины, несколько раз перерезали бампер, несколько раз переделывали форму среза задних крыльев. Короче, этот процесс занял огромное количество времени, но получилось просто потрясающий результат. То есть, мне кажется, что сейчас жопа автомобиля просто совершенно. Что вы скажете, как вы думаете? Единственное – это, конечно, то, что торчит выхлопная труба. Потому что она самой низкой точкой является под бампером И, естественно, я ее мгновенно оторву, как только вылезу на бездорожье Этот вопрос надо бы решить А вот передний бампер все равно мне не очень нравится Мне кажется, что нужно его делать именно в стилистике заднего О чем я, в общем-то, и планирую попросить компанию AMZ Потому что они делают круто, они реально молодцы И бампера сделаны реально очень качественно Единственное, мне дизайн переднего бампера теперь не нравится Потому что задний получился идеальным И хочется передний, чтобы был не хуже Так что будем им заниматься Надеюсь, что готовый результат я вам тоже покажу чуть позже А пока вот так Значительно лучше, чем было Значительно функциональней Значительно больше углы въезда-съезда Но есть нюансы по внешнему виду Согласен, попробуем этот вопрос порешать Естественно, сразу после возвращения из Питера Я поехал к парням из автоглушак Знаете, как рессоры ровненько прям встали Идеально То есть кунг реально весит ничего Потому что Денис всегда делает хорошо И делает все мои вот эти вот странные придумки Не спрашивая глупых вопросов, просто делает Это очень классно И в этот раз он тоже мне помог Наша задача была спрятать выхлоп под рессору Сделать так, чтобы его нельзя было оторвать ни при каких обстоятельствах Потому что это очень нелепая ситуация Когда ты даешь задом, тебе забивает выхлоп банальной землей И ты глохнешь где-то в очень ответственный момент Потому что кто ездил по бездорожью, тот знает Торчащий назад выхлоп Это не самое лучшее решение Во многих, по многим разным причинам И, соответственно, мы этот вопрос тоже урегулировали По-моему, очень эстетично Вот, я опять вот просто за эстетику топил в этой ситуации Мне казалось, что будет очень круто сделать именно так А вы что скажете, я не знаю Напишите в комментариях Я почитаю Вот, почитаю про себя немножко информации Про все свои извращения Субтитры создавал DimaTorzok Ну что же, проект с доджем практически завершился И на данный момент доделано все, кроме передней подвески и комплекта расширения Комплект расширения будет установлен, наверное, уже, может быть, летом или в следующем году Я точно не знаю Это комплект пластиковых крыльев передних и задних Они будут уже такой немножко стиль менять автомобиля Сейчас он такой больше именно внедорожный вид имеет Хотя бампера уже переместились в сферу такого небольшого прераннера Ну, это кто-то смотрел, если гонки Baja Racing Это что-то вот между Baja Racing и полустоком Вот что-то такое В эту сторону будет двигаться автомобиль Короче, бампера подрезали по краям достаточно весомо Передний, не знаю, возможно, я буду переделывать Он сейчас находится на уровне рамы Но нужно его, видимо, поднять чуть-чуть выше Чтобы еще угол заезда сделать более острым Здесь стоит прожектор Он и стоял, в принципе, никуда не делся Дополнительно в середину вот сюда вот установится еще один прожектор На лебедке я, наконец-то, сменил трос на кевлар Установил вот такую вот приблуду прикольную Не знаю, насколько она клевая Но в целом мне нравится это прикольнее, чем крюк И она не портит алюминиевый клюз Что немаловажно, потому что для того, чтобы работал кевларовый трос Нужен, чтобы клюз был алюминиевый Нет, стальной тоже будет работать Но с таким лучше получается Помимо прочего, бампер немножко стал шире Вот этот угол отвели на уровень расширителя арки Впоследствии будет арка сама по себе с расширением Расширителей пластиковых уже не будет Будет просто арка широкая Сам расширитель сделан так, чтобы он отсекал деревья При движении на пролом через какой-то там кустарник Например, на просеке Здесь интересный элемент Единственное, до чего, в принципе, до меня могут доколебаться Наши стражи правопорядка Это до вот этих вот элементов Которые выступают за габариты бампера Но габариты автомобиля по факту стали меньше Потому что бампера усадились глубже внутрь автомобиля Но поскольку вот эта вот дуга И буксировочные проушины выступают за габариты автомобиля То до них теоретически могут докопаться Хотя машина, как вы понимаете, полнейший сток Это спецверсия для службы спасения Канады И она выглядела именно так и никак иначе Именно 37-е колеса, именно такой бампер Но с точки зрения российского законодательства Вот эти вот вещи могут вызвать в них праведный гнев Поэтому они выполнены быстро съемными На болтовых соединениях В частности, буксировочные проушины на болтах М20 Здесь все с запасом То есть на каждом из этих проушин Можно машину всю подвесить Вот так вот, как брелочек на елке А все четыре в целом можно использовать Для транспортировки автомобиля краном при необходимости Это сделано специально, потому что Ну а вдруг чего? Вертолетом надо будет эвакуировать? Ну или что-то еще? Не знаю, пойдет не так Так что сделано на всякий случай все с запасом Про передний бампер в принципе, наверное, все То есть впоследствии он будет еще чуть-чуть короче Этот прожектор, возможно, куда-то перенесется Но пока я точно этого не знаю Давайте пройдем к другим частям автомобиля Которые также подверглись дополнениям и изменениям Задний бампер по моему заказу выполнен нарочито В такой неаккуратной манере Все швы на элементах выполнены наружными без шлифовки Мне так больше нравится И в принципе впредь на машине будет появляться все больше и больше внешних грубых сварных швов Потому что мне кажется, что это такой клевый стиль И это интересно Значит, задний бампер был порезан максимально То есть у него сейчас идеальные формы и габариты То есть мне очень нравится Его заглубили также вглубь базы Машина стала короче суммарно сантиметров, наверное, на 10 Потому что каждый из бамперов около 5 сантиметров задвинулся внутрь Здесь у нас получилась как бы очень интересная такая сильная мощная конструкция За счет таких компактных габаритов Также она не опускается ниже рамы Также здесь выступают за габариты автомобиля буксировочные крюки Они сделаны массивными и также съемными Для того, чтобы опять же попасть в российское законодательство В случае, если что-то пойдет не так Поскольку автомобиль в целом стоковый То, сняв вот эти вот элементы Он полностью попадет под действие российского законодательства И без каких-либо проблем пройдет ТО Если будет это опять же нужно Соответственно, сделаны дополнительные прожекторы заднего хода Причем сначала я поставил вот эти прожекторы Но их оказалось недостаточно Потому что они светят ровно назад И свет от них видно только в камеру заднего вида Которая находится наверху кунга Поэтому я дополнил эти прожекторы Прожекторами, находящимися вот здесь И светят они крест-накрест И освещают пространство по бокам Чтобы я в зеркала видел этот свет И мне было достаточно его для передвижения Это очень удобно Оказалось, то есть я поставил их не на боках бампера Как казалось бы логичным Но они, во-первых, защищены полностью Во-вторых, они светят ровно туда, куда нужно Здесь в центре установлена лесенка И из-за того, что она здесь установлена Оказалось невозможным сделать вот здесь перемычку Соответственно, был заглублен квадрат фаркопа Там же стоит лебедка в этой нише И вот этот вот элемент был самым сложным Вот здесь установлена розетка прицепа Здесь сверху лебедка И квадрат американский Для того, чтобы перевозить прицеп или мотоцикл Вот у меня здесь повисает на этом квадрате Специальный подвес для мотоцикла И мотоцикл путешествует вместе со мной на соревнования Это если я еду один, а не с корешами А с корешами у нас большой прицеп едет Туглы бампера сделаны максимально узкими Они приближены к машине Но, пожалуй, слишком даже сильно Хотя хрен с ним, это вообще не важно Потому что потом немножко молоточком подрихтуем Край крыла И крыло будет вот по этой вот линии обрезаться И будет устанавливаться стеклопластиковое расширение То есть это крыло будет стеклопластиковое Обратите внимание, также был сильно переделан выхлоп Он выходит в габаритах крыла И не цепляется ни за что При движении по бездорожью На перегибах или где-то еще То есть самым нижним элементом сейчас является Рессора, а не глушитель Который очень легко оторвать Если двигаться где-то задом И так далее То есть этот момент был продуман Это, конечно, эмпирические познания Которые пришли не сразу Итак, перейдем к обзору Кунга Это самая-самая важная вещь Палатку вы уже видели Сейчас она демонтирована на зиму Потому что зимой она не нужна Итак, здесь у нас есть лестница И с той стороны точно такая же Для того, чтобы заходить на крышу, подниматься Крыша здесь имеет усиление По ней можно ходить Она обитаемая, соответственно То есть при необходимости можно подняться И там наверху потусить По каким-то важным делам Или не очень Здесь полностью убран борт Борта больше нет Теперь подъемная дверь Сейчас я ее открою И открывать ее, честно говоря, геморрой Мне вот не нравится Как избавиться от этой вот ситуации с замками Я пока не знаю Пока здесь маленький ключик И две личинки замка Которые нужно каждый раз открывать Мне это очень сильно раздражает Но сделать автоматизацию какую-то конкретно Я еще не придумал как Возможно, со временем какая-то автоматизация придумается Итак, открываем Кунг Да, до того, как мы его открыли Очень важный элемент Который вы, наверное, не заметили Вот здесь вот стоит такая пластмассовая заглушечка Под этой заглушкой выход от сухого фена Вот отсюда идет гофра И попадает наверх в палатку Тем самым обогревая внутренние интерьеры палатки Вплоть до нулевой температуры От палатки комфортно Открываем ворота Поскольку у меня рост метр с кепкой То мне вполне комфортно находиться Вот под этой вот крышечкой Однако, как оказалось Что если припарковаться где-то На не очень ровной поверхности То крышечка начинает немножко давить на голову Что не очень хорошо Поэтому будут меняться Вот эти газлифты На более длинные Где-то сантиметров на 5 Они будут длиннее Интерьер Кунга в целом уже состоялся И будет примерно в таким перспективе Я думаю, что дополнительно мы ничего делать не будем Лесенка, кстати, оказалась очень удобной Из нее получается отличный походный столик Сейчас покажу Вот так вот она выдвигается И получается достаточно крепкий, надежный походный столик Здесь можно греть еду Ставить чашечки И не бояться, что что-то разольется Очень удобная вещь Итак, начнем по порядку Здесь у нас установлен пульт управления китайской вебастой Который я отключил на зиму Потому что он не нужен Вот она сама вебаста Печка Бак же у нее находится вон там спереди И доступ к нему из одного из боковых карманов Также здесь установлен пульт лебедки Выключатель массы лебедки Насос печки И всякая разная мелочевка Рядышком сразу установлен второй компрессор Задний И следом за ним стоит задний дополнительный аккумулятор Машина сейчас заводится с двух аккумуляторов Но я буду ставить еще дополнительный выключатель массы Чтобы разъединять передние и задние аккумуляторы Дело в том, что я первоначально установил вот такое устройство развязки аккумуляторов Для того, чтобы не нагружать сильно генератор Но оказалось, что это реле не очень качественное Вот, и оно умерло Произошло межвитковое замыкание И оно стало жрать электричество Сожрало у меня целых два аккумулятора Пришлось их выбросить Также в Кунге прописалась запаска Потому что возить ее снаружи автомобиля Теперь уже не так актуально и интересно И, соответственно, она также служит опорой для хайджека Который за нее спрятался и был прижат И, соответственно, за ней установлен душевой бак Что очень удобно Установлен катерный насос Здесь вот видно шланг от него Который летом, соответственно, включается вот этой кнопкой И можно мыться душем Что очень классно и удобно Кстати, подключение вот этого всего говна Разводка и куча разных мелких работ По машине вышли тоже около 100 тысяч рублей Все это закрепить, сварить, переделать, приделать Установить, растянуть Очень дорого В боковых кармашках Кунга изолированы и сухо Относительно Хранится всякий шмурдяк Троса, буксировочные Всякие шаклы Корозащитки и прочая ерунда Ее там достаточно много Поэтому сейчас открывать Смысла особо никакого нету Тем более, что как там внутри Вы все уже видели Когда там ничего не лежало Вот здесь расположен дополнительный, значит, бак С бензином для печек Здесь 2 сухих фена Один в кузове Один, соответственно, в салоне То есть можно как спать в салоне Там достаточно широкая задняя лавка И в дороге, чтобы не залезать там в палатку Не раскладываться Просто там поспать пару часов Можно на заднем сидении С достаточно большим комфортом А если уже останавливаться на длительное время То можно и уже поднимать палатку Потому что это совсем уже другой уровень комфорта Это большой-большой кайф Когда у тебя ровный пол Мягкий матрас И у тебя сразу там уже все подушечки Одеялки Все уже лежит на месте Ты только отщелкиваешь крепежи И ты пошел спать Это колоссальное преимущество Над всеми другими ребятами Которые возятся с установкой колышков Был переделан салон достаточно весомо А конкретно он был перешит Сидение BMW-шное вы уже все видели Ничего нового тут с ними не произошло Но поскольку салон был сутенерский То мне пришло в голову Что было бы все-таки неплохо Сделать его более адекватным По внешнему виду И было принято радикальное решение Перешить его в черную кожу и алькантару Это конечно очень дорого Но а что делать Если машина любимая Понимаете Надо как-то соответствовать Вот Любимый-то надо приятно делать Самому себе Так что было сделано Вот это Итак салон получился В классическом стиле Черный с красной строчкой Чуть-чуть такой а-ля спорт Никакого отношения к спорту Эта машина естественно не имеет Но черный с красным мне нравится Это в стилистике нашей компании На центральном подлокотнике Разместился уютненько теперь логотип На передней панели из новообретений Это кнопка включения передней блокировки Которой не помню показывал Я может в прошлом выпуске или нет Но теперь она есть Дальше здесь идет ручка управления Вебастой И панелька с кнопками Которые будут меняться на более красивые Включение компрессоров Включение света И соответственно еще дополнительно запасные кнопочки Которые сейчас не активны Но будут активны позже Потолок перешит полностью в алькантару А торпеда Подлокотник Дверные карты в натуральную кожу Очень удобненькая вещь Это конечно зеркало заднего вида Оно показывает все Что находится сзади автомобиля Она не для парковки однозначно Она просто показывает Что находится сзади Парковаться по ней нереально Но габариты машины я в целом хорошо чувствую Поэтому проблем серьезных не испытываю Удобно очень Совсем забыл добавить Что здесь у нас выведено еще дополнительное управление лебедками Прямо в салон Здесь вот две кнопочки Очень удобно Передняя и задняя После включения разрывателя массы Можно пользоваться и одной и второй То есть в целом наверное все Все модификации которые были сделаны с машиной Я уже рассказал Надеюсь вам было интересно А теперь к ценам Что наверное больше всего вас беспокоит Значит кунг мне обошелся в 500 тысяч рублей Дорого это или дешево я не знаю Учитывая что это вещь сделана исключительно по моим хотелкам С кучей доработок Которые я заставлял делать с исполнителя Наверное это не очень дорого Хотя с другой стороны это в принципе цифра очень и очень большая Палатка на крышу вышла в 160 тысяч рублей Это палатка ARB которая покупалась уже на момент подъема цен Когда у нас доллар собственно вырос очень сильно и поэтому была куплена довольно дорого Ну тоже мог ее купить чуть дешевле но все равно дешевле сотки она не стоила никогда Поэтому я в принципе не жалею Перешивка салона вышла суммарно около 200 тысяч рублей Это соответственно натуральная кожа Ну и собственно работа достаточно объемная большая Самая дорогая это перешивка торпеда Но оно того определенно стоило потому что тот сутенерский колхоз который здесь был Он меня очень сильно раздражал Плюс он мешал ездить потому что кто-то очень гениальный Умудрился сделать панель под стеклом светлого цвета Соответственно отражалась солнечную погоду от стекла и мешало ехать Это было некомфортно То есть вот такие вот вливания за этот год дополнительные в эту машину Ждите продолжения, скоро я поеду опять к Молотову И мы с Молотовым будем колхозить переднюю подвеску в стиле преранер Потому что задняя подвеска у нас сейчас уже от Ford Raptor А передняя еще пока полусток То есть она такая чуть допиленная Но надо будет ее еще улучшить Увеличить ходы и сделать ее мягкой, комфортной для больших скоростей И передвижению по очень жестко пересеченной местности Надеюсь вам будет это интересно Мы тоже это поснимаем Пишите свои комментарии, задавайте вопросы Если что-то будет нужно еще дополнительно рассказать Я с удовольствием поделюсь Потому что рассказывать про эту машину я могу бесконечно Мне она очень нравится Мне очень нравится то что я с ней сделал Всем хейтерам которые мне сейчас напишут что это 12.5.1 А хер там плавал Господа на машину нету от ЭТС Поэтому машина полный сток согласно заявлению владельца Докажите пожалуйста обратное Это у вас не получится Поэтому машина сток Отписка, пиписка, перепост Все как обычно Чао Субтитры сделал DimaTorzok